Всем привет! В последние годы отношение к киношным персонажам очень сильно изменилось. Особенно если говорить о мужчинах на экране. И то, что раньше приветствовалось, потом часто стало называться токсичной маскулинностью и прочее. Но знаете, то ли уже всех начала задалбывать позиция всеобщей уравниловки, где не разберешь где кто, то ли спрос на настоящих сильных парней возвращается, а то ли просто остались еще некоторые мастодонты. Но в кино и сериалах последних лет есть ряд максимально крутых харизматичных личностей, которых играют не менее харизматичные актеры и которые идут вообще тотально вразрез со всем, что сейчас модно, популярно и, так сказать, продвигается в широкие массы под соусом новой этики, современных тенденций и всех прочих слов, именуемых еще повесточкой. При этом, как ни странно, сегодняшние герои все равно живее всех живых, они на плаву, их никто не отменил и напротив популярность их лишь растет. Что же это такое происходит? Стоим ли мы на пороге краха повесточки или напротив наблюдаем просто последних из магикан и кто они в конце концов такие? Смотрите до конца и сами обо всем узнаете. На днях мне посоветовали очень полезный ресурс, благодаря которому можно экономить на покупках, идей, развлечениях. Дело в том, что магазины часто ошибаются с ценами и выставляют свои товары за копейки. Админы данного ресурса ловят такие ошибки и публикуют их в своем приватном канале. Например, перейдя в закрепленное сообщение, вы узнаете, как можно забрать 14-й айфон за сущие копейки. Также на канале есть информация, как поесть в KFC или Burger King совершенно бесплатно. Доступ к каналу закрытый, но для моих подписчиков он будет на халяву. Ссылка в описании. Ну и начнем мы, пожалуй, с человека, который не нуждается в представлении. Речь идет о Сильвестере Сталлоне, звезде целых поколений, который начал свою карьеру полвека назад и который от десятилетия к десятилетию завоевывает сердца миллионов людей. Но при этом мы сейчас будем говорить не только и не столько о самом актере, сколько о его новом персонаже из сериала «Король Талсы». Если вы еще не видели данный проект, то всем очень рекомендую. Это именно тот случай, когда ты как будто погружаешься снова в фильмы 90-х или начало нулевых годов, когда можно еще было говорить все, что хочешь, никто не запаривался миллионом лишних вопросов и не думал о том, не обидит ли очередная фраза каких-то очередных активистов за все хорошее против всего плохого. Если же по сути, то в данном сериале Сталлоне играет Дуайта Манфредди по прозвищу «Генерал». Дуайт Капа, мафия Нью-Йорка, недавно вышедший на свободу после 25 лет отсидки, босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, для организации там своей нелегальной сети. Ну и собственно дальше начинаются основные события. Так вот, персонажа Сталлоне в данном сериале, конечно, нельзя назвать красноречивым рассказчиком, но когда он говорит, люди садятся и просто слушают. Хотя бы для того, чтобы попытаться понять, о чем он говорит. Ведь ветеран мирового кино играет так мощно и убедительно, что слова ему нужны лишь как мелкая деталь во всем остальном образе. Причем герой Сталлоне, как вы можете понять, даже не смотрев сериал, типичный представитель так называемой старой школы. Он далеко не святой и уж точно не хороший парень, но при этом он понимает, что значит быть мужчиной, умеет носить костюм-тройку, обращаться с дамами, зарабатывать деньги, а если понадобится, драться в баре и даже стрелять. Короче говоря, токсичная маскулиность в ее самом ярчайше представлении. Но знаете что? При этом сериал «Король Талса» оказался невероятно успешным. Даже критики, от которых такого уж точно не ждешь, одарили новинку рейтингом 79 баллов, например, на «Гнилых помидорах», не говоря уже о зрителях, которые подарили первому сезону оценку в 91% из 100. При этом сам Сталлоне, как и его персонаж, это, по словам лично актера, один из тех людей, которые чувствуют себя пережитком ушедшей эпохи, выброшенным на берег современного существования. Но даже тогда, всем своим образом, мастодонт прошлой эпохи, вымирающий вид или называйте как хотите, подчеркивает в «Короле Талсе», что он не собирается прогибаться под новое время и новые идеалы. Он есть такой, каким есть и не хочет никому понравиться. И знаете что? Как раз этим «Король Талса» и его главный герой покорили современную публику, которая просто требует сейчас второй сезон данного шоу. Причем широкую аудиторию даже не смущает то, что авторы сериала посредством своего основного персонажа где-то недоумевают, а где-то явно высмеивают аспекты современной жизни, типа гендерных местоимений, борьбы полов, расширенного представительства и прочего. Но как ни странно в данном случае, в отличие от множества проектов, старающихся угодить новым требованиям и все равно огребающим тонны негатива из-за какой-то ерунды, так вот в данном случае никто не жалуется, не возмущается и даже более того восхищается Сталлоне и его персонажем. Как было написано в одной из статей в англоязычной прессе, в пугающе сложном и тернистом современном мире герои вроде Дуайта Манфредди имеют очевидную привлекательность, вызывая ностальгию по старым и, казалось бы, более понятным временам. Эти персонажи, как генерал в исполнении Сталлоне, ворчат в стиле «Мир сошел с ума» и делают другие, более резкие вещи, но своей откровенностью и прямолинейностью они отбирают всяческие инструменты у толпы, обожающие отменять всех и вся и побеждают эту же толпу или даже переманивают на свою сторону. Хотя, кстати говоря, Сталлоне и его король Талси не единственный подобный пример, ставший мега успешным и популярным. Ведь мы можем вспомнить еще один сериал, давший основу целой франшизе «Еллоустоун», выпускающий уже свой пятый сезон. С Кевином Костнером в главной роли, в роли коррумпированного и коварного владельца ранчо Джона Даттона, который, по сути, особенно в свете нынешней реальности и понятия добре и зле, просто чудовищный персонаж. И тем не менее, многие без иронии считают его героем. А сам «Еллоустоун» при этом оказался настолько успешным, что на экраны вышло уже два его приквела, заслуживающие отдельного разговора. Если же вернуться к персонажу Кевина Костнера, то он чистый и закостенелый консерватор до мозга костей. «Я против прогресса, я стена, которой он разбивается, и я не буду тем, кто сломается». Вот одна из цитат главного героя сериала. Причем не могу сказать, что мне лично он прям страшно нравится, он или его взгляды, но при этом невозможно отрицать, что Джон Даттон не лишен своего определенного шарма, который опять-таки на современных экранах скорее некий ускользающий реликт, от которого вскоре не останется и следа. Как бы там ни было, а Йеллоустоун и его главный герой обзавелись просто фантастической фан-базой, и опять-таки, как ни странно, никто не собирается и не пытался отменить Кевина Костнера, никто, хоть сколь бы то ни было, явно не старался призвать к бойкоту Йеллоустоуна, хотя при желании в любой из серий любого его сезона можно найти просто такие крамолы, от которых у поборников по весточке волосы станут дыбом. Кстати говоря, раз мы тут уже рассматриваем Йеллоустонскую франшизу, хочу особенно отметить ее женских героинь. Причем речь идет не только о главном сериале, но и о его приквелах Йеллоустон 1883 и 1923. Скажу лично за себя, вы, конечно, можете соглашаться или не соглашаться, но, как по мне, редко где увидишь столь сильные женские персонажи, и при этом даже в наше частенько странное время столь грамотно показанные зрителю. Ведь ни дочь Джона Даттона Бет, ни героини приквелов Эльза Даттон и Кара Даттон, да и другие никогда не задвигают какую-нибудь патетическую чушь о том, какие они сильные, какие у них права, каким все должны и прочее, что так любят демонстрировать современные киноделы в разрезе их так называемых сильных женщин. Они не закатывают глаза и не разбрасывают по сторонам 120-килограммовых мужиков, но при этом, глядя на данных героин, ты понимаешь, что среднестатистический мужчина вряд ли вынес бы то, что они и столь достойно, как им это удалось. То есть тут прям налицо именно то, как нужно показывать сильных женских персонажей, чтобы они вызывали восхищение и уважение, а не рвотные позывы или приступы смеха. Ну да ладно, идем дальше, и следом у нас еще один невероятно популярный проект и его главный герой Том Круз в фильме «Top Gun Maverick». Капитан Питер Маверик Митчелл из этого фильма об американских летчиках еще один яркий пример, как старая школа иногда рвет все шаблоны и всех хейтеров заодно. Ведь, как написал один из критиков, существенная часть привлекательности фильма «Top Gun Maverick» исходила от его переупаковки в стиле боевиков 80-х годов, то есть громкого и неироничного с огромными декорациями и возвращением любимой звезды в лице Тома Круза. В чем-то он верен старому канону о героях-одиночках и, безусловно, вызывает ностальгию, при этом, конечно же, главный герой фильма – это тот еще токсичный мужик. Он самоуверен до самовлюбленности, временами снисходительно относится к женщинам, да и вообще носит кожаную куртку и гоняет, как сумасшедшие на байке. Одного только этого достаточно, чтобы в современном мире толпа возненавидела такое вот ископаемое. Но если говорить именно о фильме «Top Gun», его не только не возненавидели, но и наоборот, рейтинги блокбастера зашкаливают, как, собственно, и кассовые сборы под полтора миллиарда долларов. В прошлом 2022 году ни один фильм Marvel с их повесткой или любой другой студии не сумел даже приблизиться к таким показателям, и если бы не триумфальное возвращение 13 лет спустя Джеймса Кэмерона с его вторым аватаром, «Top Gun» безусловно стал бы самым успешным фильмом 2022 года. Даже несмотря на всю токсичность, в кавычках, разумеется, его главного героя. Удивительно рядом, как говорится, ну и наконец, последний в сегодняшнем списке, правда не по важности, это Генри Кавилл и его «Белый волк» из сериала «Ведьмак». Да, разумеется, столько критики, сколько получила данная экранизация от Netflix, еще нужно поискать. И все же публика в едином порыве полюбила главного героя, собственно, самого «Ведьмака» в исполнении Генри. Хотя, если опять-таки разбираться, то даже все попытки шоураннера Лорен Шмидт превратить Геральта лишь в фон для действительно главных участниц истории, как считает Лорен, Цири и Йеннифер, не сработали. И «Белый волк» все равно оказался, как и следует герою фэнтези, очень консервативным, собственно, как и сам Генри Кавилл, который, кстати говоря, за это уже огребал не раз, от недоброжелателей, мол он за скорузлые британские мужланы все тут. Так вот, что касается «Ведьмака», дело дошло до смешного. Все попытки Нетфликса актуализировать и сделать историю более современной и, так сказать, отвечающей нужным настроением, вызвали в основной аудитории лишь тошноту. И только один единственный Геральт Кавилла смог хоть как-то тянуть сериал, несмотря на всю его «Белого волка» токсичную маскулинность. А вот теперь, когда проект этого лишится с уходом Генри, вот тогда мы и посмотрим, что вообще от него, в смысле от «Ведьмака» от Нетфликса станется. Вот такая курьезная ситуация получилась, как, собственно, и с нашими вышеупомянутыми героями, а уже что это, стремление публики вернуться, так сказать, к истокам или лишь исчезающее исключение из правил каждый решит для себя сам. Собственно, можем уже прямо сейчас пообщаться на данный счет в комментариях, ведь на сегодня это все. Не забывайте также подписываться на наш канал, а еще подписывайтесь на наш телеграм, ссылка также ждет под видео. Спасибо всем за просмотр и всем пока!